В Международном аэропорту Ульяновск-Восточный оживленно. Накануне сюда съехались представители военно-воздушных сил, транспортной авиации, руководители области завода Авиастар-СП, чтобы стать частью поистине исторического события в масштабах всей страны. 2 апреля здесь состоялась торжественная церемония передачи Министерства обороны страны первого серийного модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, сделанного в Ульяновске. Самолет эффективен, самолет более чем востребован, самолет ожидаем. И сегодняшнее событие, первый самолет серийный, который получаем здесь в местный полк, созданный специально под эту авиационную технику. Это поистине историческое событие, которого ждала наша страна, которого ждали вооруженные силы, которого ждала военно-транспортная авиация. С запуском поточной линии с каждым годом завод будет наращивать темпы по выпуску этих серийных машин. В 2020-м Авиастар планирует сделать для Министерства обороны уже 8 самолетов, а к 2030-му и армия ждет сотню таких. К слову, тяжелый транспортник не поставлялся в войска с 2014 года. Ил-76МД-90А с заводским номером 0109. Первый самолет этой серии, который соответствует всему перечню задач Министерства обороны страны. До конца года Авиастар планирует передать в федеральное ведомство еще 5 тяжелых транспортников. Ил-76МД-90А обладает улучшенными характеристиками по сравнению с его предшественниками. Самолет способен набрать большую массу груза для перевозки и десантирования. Лучше он и по шумовым эффектам. Модернизированная версия имеет малошумные двигатели, а современная так называемая стеклянная кабина позволяет упростить работу экипажа при выполнении поставленных стратегических задач. Мы выполняли полет на дальность 5000 километров с максимальной десантной или транспортной нагрузкой в 52 тонны. Проверяли заявленные характеристики на скороподъемность самолета, на дальность. Все характеристики подтвердились даже с некоторым избытком. Ил-76МД-90А станет основным самолетом военно-транспортной авиации военно-воздушных сил России. На базе этого самолета сегодня конструируется также топливозаправщик Ил-78М-90А и самолет А-100. В целом у Илюшина сегодня огромная задача и во всех классах транспортной и военно-транспортной авиации мы имеем сегодня достаточно большой объем предстоящих работ на ближайшие месяцы, которые приведут к тому, что мы обязаны будем обеспечить функционирование вооруженных сил и военно-воздушных сил в полном соответствии с теми задачами, которые каждый день ставятся перед нами. Наступает череда торжественных моментов. Сначала подписание акта передачи воздушного судна, затем вручение символических ключей от корабля экипажам. Ворота открылись, началась выкатка самолета. Первый серийный Ил-76МД-90А отправился в 235-й полк военно-транспортной авиации, который размещается на аэродроме Ульяновск-Восточный. Впереди у «Железной птицы» 25 часов полета базовой эксплуатации. Дальше Ил приступит к выполнению первых задач. Ренат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова